Приветствую всех на канале Восторг! Сегодня хочу вам показать, откуда я беру своё чёрное золото в неограниченных количествах. У меня его даже больше, чем мне это нужно на весь участок. Это наш компостник, но он имеет очень много секретов. Он деревянный, ширина метр двадцать, длина его три метра. Сюда я запустила калифорнийских червей. Они мне здесь всё перерабатывают грунт. Сейчас вам покажу, здесь даже видно немножко. Вот уже, да, здесь не очень видно солнце. Но тут уже вот видно, грунт уже такой переработанный в нижней части, видите, уже вот грунт. У меня здесь большие щели для того, чтобы очень хорошо воздух проходил. Но это не самое интересное. А ещё здесь есть такой у меня хитрость, о которой никто не догадывается практически. Это, видите, он у меня треугольничком получается. То есть сверху уже на два сантиметра, снизу шире. И за счёт этого органика не выдавливает доски и их не портит. То есть у меня доски практически всегда сухие. Видите, к ним органика, вот пустота, не достаёт. Потому что сверху уже органика, которая падает вниз, она не достаёт куколкам. Ну, плохо видно, конечно, но всё равно. То есть это первая такая хитрость, чтобы для того, чтобы длительное время у вас сохранялись доски. А самое интересное, внизу смотрите, что это такое, как вы думаете. Это я здесь добываю нефть, чёрное золото. У меня этот компостник под определённым углом. То есть бока выше подняты, средина, центр углублена. И задняя часть этого компостника тоже выше, видите? То есть он наклонён так, что вся влага с него, какая есть, стекает в одну точку. И когда идут дожди, получается, что, ну и поливаю, когда лето, жарко, что всё то, что переработали черви, они, получается, купаются во влаге. И все, все абсолютно, вот видите, переработали, как классно вообще, грунт, земля. Вот. Не видно, но здесь немножко видно лучше, вот у грунт. Всё, у меня практически до верха черви уже переработали. И получается всё, вот вы не представляете, сколько жидкостей у вас уходит в грунт, когда вы делаете компостники просто на земле. И эта вся жидкость, ну, за зиму я 20 ведр только жидкости собираю. Вот такой вот чёрной, прекрасной. Реально чёрное золото. И вот это вот удобрение, которое вы не купите нигде, ни за какие деньги, потому что его вам никто не продаст. Но это похоже, знаете, на что? На продают жидкий биогомус. Вот это они по такой же технологии тоже там. Но они как-то его промывают, понимаете, специально. А здесь он очень сильно концентрированный. Очень концентрированный. Здесь есть абсолютно все витамины, минералы, что нужно для растений, для рассады. Вот вы меня спрашиваете, чем я подкармливаю рассаду или вообще любые растения. Вот удобрение, которое каждый может себе сделать. Это реально просто фантастика. Сейчас я вам покажу, какое оно здесь собирается густое, аж тянется. Представляете, как оно насыщено? Это вы можете брать просто столовую ложку, кидать его на 10 литров воды, разводить. Смотрите, смотрите, полюбуйтесь. Это просто что-то. Вот это самое лучшее удобрение, которое вы можете себе только представить. И не нужно больше ничего вашим растениям. Здесь абсолютно все. Оно, видите, оно аж густое, у него даже капельки не разрываются. Очень густое такое. Берете столовую ложку на 10 литров воды и вам этого для рассады поливаете. И у вас рассада абсолютно-абсолютно всем насыщенная. Вот это лед, видите, замерз. Сегодня, кстати, 15 февраля. И ставим сюда обратно. Видите, смотрите, постоянно стекает вот здесь. У нас такой уголочек, с которого все стекает сюда в бутылку. И все, и мы ее постоянно подставляем. Как-то, ну, правда, не доделанно. Будем более совершенствовать еще эту технологию. Но согласитесь, такого ни у кого нет. Сейчас я вам покажу, какой классный. Этот густой. Вот это вот я такой беру. В пятилитровые бутылки набираю. Тень, конечно, падает. Не видно ничего сейчас. Вот, видите, какой, смотрите. Вообще красота. Класс. Набираю пятилитровые бутылки. Ставлю, у меня есть подвал, в подвал. И в подвале оно там стоит, может, даже 2-3-5 лет сохраняться. Смотрите, у меня еще есть здесь такая куча. Это просто в этом году мы немножко уезжали, приехали, все запущено было. И просто сделали такую большую кучу. Осенью уже было очень поздно. Практически зимой мы делали. Но к следующей осени, то есть за год, она уже будет готова. Я сюда тоже запустила калифорийского червя немножко там у меня. Ну, отсюда достала его и перекинула сюда. И осенью, вот мы в прошлом году тоже делали такую кучу. Так как у нас новый участок и очень много... Ветер дует сильно, не знаю, как меня слышно. Очень много органьки отходов. Такую кучу сделала, и за год она, по-моему, перерабатывается, и участок все чисто. Хочу показать вам площадку, которую мы приготовили для усовершенствованного, более усовершенствованного компостника, о которой я говорила вам, что хочу сделать и усовершенствовать. Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить технологию компостника, которую вы нигде не увидите. Это собрано с разных стран, с разных площадок и соединено в один такой очень крутую технологию, которая дает вам не только органику, а и удобрение, и куча всего преимуществ. В общем, буду об этом потом подробно рассказывать. Вот, вернемся к нашему черному золоту, потому что оно так и есть. Это удобрение, оно содержит очень много всяких микроорганизмов, и такое количество питательных веществ, что вы понимали, я сама не ожидала такого результата, эффекта. Ко мне все приходили, соседи спрашивали, а чем ты вот кормишь, а что ты это такое сделал, а как такое возможно, а как это же не может, овощи расти, такие, как, ну реально, у меня капуста была 18 килограмм, чтобы вы себе понимали. То есть, и ну абсолютно все растет просто, во-первых, быстрее, во-вторых, дозревает быстрее, в-третьих, массу набирает. И еще здесь есть микроорганизмы, которые защищают ваши растения от болезней, которые даже фитофтора, растения, когда здоровые, у них достаточно сил, чтобы бороться. Во-первых, здесь череп работал, и череп покупался, получается, в этой жидкости. И это практически, можно сказать, его слизь. А вы посмотрите, как ценно его слизь, и что она дезинфицирует вам и почву, и растения, и не дает развиваться негативным микроорганизмам, которые на растении развиваются, и растение потом болеет. Так что ставьте лайки, задавайте вопросы, подписывайтесь, обязательно ставьте колокольчик, чтобы не пропустить будущих видео. Буду очень много вам делать тем еще по поводу, как я делаю компостник. Знаю, что вы сейчас будете массу вопросов задавать, нюансов очень много, куча из чего. И буду рада вам отвечать. Ставьте лайк, успехов вам в ваших или начинаниях, или в продолжениях, или в новинках. И пользуйтесь моими советами, используйте эту технологию, она вас покорит, я вам это обещаю. Всего хорошего, будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok